Привет, красотка! Это традиционный влог из нашей семейной поездки и на этот раз мы отправились в Грузию. Время полета из Екатеринбурга до Тбилиси всего три с половиной часа, но наш отель располагается не в Тбилиси, а в очень красивом природном месте в Кахетии, для которого нужно доехать на трансфере еще три часа. Поэтому мы решили остановиться на одну ночь в Тбилиси, передохнуть и следующим днем отправиться в наш отель. Мы идем по грузинским виноградникам. Винотропам. Пока младший ребенок спит у нас в коляске. А старший ребенок спит в номере при бабушке. Позавчера мы прилетели в Грузию. У нас были сутки в Тбилиси, даже меньше суток, мы просто переночевали, чтобы сразу же с самолета не гнать сюда, потому что здесь, в Кахетии, мы находимся. Сюда еще надо ехать. Было три часа на машине. Здесь мы заселились, значится, на две недели. Очень много движухи, самый разный. И лошади. Что еще есть? Квадроциклы. Что еще есть? Рыбалка. Ну, рыбалка, на**алка. Там потому что это рыбы, что-то как-то нету. Она вроде плавает, а вроде ее и нету. Там плавают либо вот такие малечки, либо вот такие тумбы. Отожаравшиеся, им ничего не надо. Маленький теннис, бильярд. Куча басиков. Мы сюда приехали, на самом деле, в дождь, как оказалось. Но с завтрашнего дня уже обещают 25-23. Идеальная наша погода. Ой, мы пошли в какую-то аллею приятную. Завтра будем бегать. Красиво. Завтра в 7 утра побежим. А, да. Мы приехали не одни, мы приехали с друзьями. Мы куда-то прям забрели-забрели. Мы живем в очень красивом месте озера. Мне очень нравится прям у нас вид из террасы. И розы. Вот это олени, точно. Олени-хермы. А там это все стейбл называется. Тупо конюшня. Да, сюда мы придем с Евой. Тут вообще очень много движухи для Евы. Ева, скажи, что ты делаешь? Поехать. Да? Кого хочешь поймать? Тупо. И жабу. Медуза, ты слышишь? И вообще... Медуза в озере, зайка не водится. И... и... акулы. Молодой, поколение есть кормить, да? Ой, какие малыши! Это вот вы их пытаетесь, да, поймать? Да, да, да. Бульк... сразу булькнулась одна. А кто это вообще булькнулся? Мама, а кто это мог булькнуться? Редок, бревна. Редушка такая непростая. Доброе утречко. У нас сегодня должен быть... Ой, Денис пробегает. Вот это я вовремя, вовремя, вовремя поймала. Поймала Дениса. Двух Денисов, точнее. И заодно покажу вам вот эту красоту. Вот очень невероятно красивый вид у нас из окна. Это наша терраса под крышей. Получается вот наш номер. И рядышком такой же номер мамы с Евой. Доброе утро, Кнопкинс! Доброе утро! Ты выспалась? Что скажешь? Только не в рот. Только не в рот. Хочется в рот. Ты можешь сказать баба. Или мама. Хочешь сказать? Мама. Мира. Мама. Нет? Мама. Нет. Они съедобны, Мира. У нас на самом деле случился полный коллапс с розетками. Вчера случилась какая-то то ли авария, то ли у них с электричеством, с электрической компанией, которая их обслуживает какой-то провал. И вырубила всю часть... Ой, солнышко. Брикует. Вырубила всю часть от электричества. Но благо не настолько, что свет не работает. То есть это как-то, видимо, разно у них работает по-разному. Но у нас не работают розетки. Это просто база. Тебе зарядиться. Телефон. Не знаю. Все кучи техники, которые у тебя есть. Ты не можешь зарядиться. Ты не можешь поставить чайник. А вы знаете, в такую промозглую погоду, как вчера у нас была, очень хотелось просто попить чай. Не обязательно идти в ресторан, когда ты хочешь просто чай попить. И нам все вчера обещали-обещали скоро-скоро-скоро-скоро починить. И прикиньте, сегодня до сих пор не починили. То есть сегодня утро, и у меня за ночь ничего не зарядилось. Мы пойдем сегодня ругаться? Не, ну правда. То есть они и альтернативы никакой не предлагают. Я понимаю, косяки случаются. Но предложите какой-то большой пауэрбэнг. Какой-нибудь чайник, который, не знаю, будет не завязан на электричестве. Ну просто это как-то не очень. Ну, сервис здесь, надо сказать, немножко хромает. И, как я поняла, не типа именно вот здесь, в этом отеле, а просто после Турции сложно к такому сервису вообще относиться нормально. Потому что ты уже как будто немножко с ожиданием, ты уже знаешь, как бывает. Но окей, мне нужно очаровываться, чтобы разочаровываться, да? Так что начинаю вам с сегодняшнего дня показывать, что мы вообще делаем, как здесь будем проводить время. Но начну с того, что поменяю подгузник вот этой маленькой девочке с ларенькой. В путешествиях я, как правило, не пользуюсь декоративной косметикой. Как говорится, отдыхаю я, пусть и кожа моя отдохнет. Однако есть один важный момент. При таких условиях мой натюрель должен быть просто безупречным. Очень люблю это состояние сияния кожи изнутри. Именно поэтому я захватила с собой мой личный топ уходовых средств от бренда Дальба, которые в комплексе сработали просто на ура. Рассказываю. Патчи с коллагеном у меня отвечали за питание кожи вокруг глаз. После них вид всегда свежий. Ни следов усталости, ни темных кругов однозначно стоят своих средств. Далее крем SPF Tone Up. Он увлажняет, защищает от солнца и круто выравнивает тон без эффекта маски. В общем, универсальное средство, которое можно использовать самостоятельно или как базу под макияж. И завершает рубрику, конечно же, спрей-сыворотка. Это просто находка, когда нужно срочно увлажнить и придать коже сияние. Распылила и за 3 секунды получила порцию свежести. Итак, подвожу итог. Обожаю эти средства от Дальбы всей душой. Вижу, как классно реагирует на них моя кожа. Ну и конечно, если вы хотите познакомиться с брендом и продуктами поближе, обязательно спускайтесь в описании, там вас ждет ссылочка. Ну а мы с вами возвращаемся в Грузию. Мы с Мирой вышли на завтрак. Ева просыпается еще. Но с солнышком, конечно, здесь просто невероятная красота. Такое ощущение, что мы где-то в Италии, не знаю, в Швейцарии. Очень-очень красиво. Мы идем по этой улочке на завтрак. Тут гуси ходят. Просто настоящая деревня какая-то. В этом плане, конечно, очень классно. Просто посмотрите. Бог мой. Это озеро называется Лопота. И так хочется сказать лепота от того, насколько красиво. Собственно, единственное, чего нам не хватает здесь, это какой-нибудь супермаркет, а просто возможности купить продукты тогда, когда мы хотим. Чтобы между завтраками, обедами, ужинами ты имел какой-то перекус. В общем, в основном детям, конечно, очень странно, что на всей такой большой территории они не захотели поставить. Даже можно было цены сделать в три дорогая, но все равно люди бы покупали 100%. Потому что ты как будто оказываешься немножко в заперти вот этой красоты. В заперти только того, что здесь есть именно в плане ресторана. Поэтому сегодня мы поедем в ближайший супермаркет. Как нам сказали, полчаса езды отсюда, но мы нашли на гугл-картах ближе немного. 9 минут. Посмотрим. Может быть, он не работает, конечно. Здесь повсюду розы. Повсюду цветут невероятной красоты розы. Кустовые. Я такого вообще нигде не видела, чтобы в таком изобилии были розы. Вот здесь есть такая движуха. Можно взять катамаран. На самом деле, каждый раз, когда мы брали какую-нибудь лодочку или катамаран с Евой, А вот, кстати, уже наш завтрак. Ева долго не хотела кататься. Ей прям не сильно это надо было. Она уставала, минут через 10 уже такая, все, хочу на берег. Обожаю, что мы приходим супер рано, потому что никого нет. В общем, что мы имеем? Здесь мы имеем яйца, овощи, бекон, сосиски, другие сосиски. Каша. Здесь вчера была такая же каша. Да, овсяная каша. Здесь много довольно-таки овощей. Ну, не то, что много. Я говорю, с Турцией не надо сравнивать. Здесь станция с яйцами. В том плане, что здесь готовят омлет, почему-то сейчас здесь никого нет. И такой вот островочек. Здесь мы имеем сыр, творог, рыбу, закуски всякие. Колбасы. С этой стороны, да, выпечка. Тык-тык-тык-тык-тык. Хлебушек. Хлебушек, хлебушек. Кстати, вчера здесь был вкусный хлебушек. Сегодня вот здесь нет. С семечками. И фрукты. Здесь вчера была, кстати, клубника и черешня. А сейчас здесь только яблоки и абрикосы. Может быть, попозже появится какой-то интересный компот. Орешки, финики, сухофрукты. И вот там есть станция с кофе-чаем. А здесь можно купить тебе, значит, капучино вот в этой островочке. За отдельную плату. Но он невкусный, горелый. И, конечно же, я выбираю свой дрип. Вот и все. Скоро хотя бы. Очень вкусно. Тебе она прям мешает, надо ее вырезать, да? Да, хорошо. Папа справится. Ой, в мир и форек полезет. Тебе принести еще что-нибудь? Огурчиков? Помидорчиков? Ничего. Перчика? У нас тут путеводитель, Евочка, по карте подсказывает, куда идти. Куда мы идем сейчас? К лошадкам. Смотри, справа каток. Вау. Почему тепло здесь, а каток холодный стоит? А потому что он из пластика. Необычный каток. Это не изо льда. А у нас путеводитель на пластик. Очень интересно. Наверное, да. Я думаю, что здесь специальные коньки выдают. Евочка, не вставай ногами, пожалуйста. У меня кроссовки другие. С подошвой. Толстая. У тебя промокают. Вот так вот. Шагай аккуратно. Ты промочила уже ноги? Нет. Ладно. Ладно. Здесь у нас корт, смотри, Ева, баскетбольный. Баскетбольный. А мне хочется играть в футболь. А вот футбольный корт, смотри. И даже футбольный мяч. Вижу, гамаки там есть. Да, я тоже. Где гамаки? Гамаки здесь. А я не перепутала, куда нам нужно? Знала, что ты липа? Теперь знаю. Такая елка. Вот прямо такую елку я и представляла, когда в сказке читали. Там чудеса там лежит вроде. Это ель, да? Да, ель. Ева, смотри, еще одна площадка. Очень классная площадка. Она пока что перекрыта, видимо, из-за того, что вчера еще дождь был, еще все мокро. Мне кажется, уже здесь можно гулять. Очень красивая, деревянная, самодельная, не знаю, очень красивая. Смотрите, прямо в дереве. Вот. Прям домик в дереве, домик в дереве. Да уже лодочка есть. Да. А здесь просто очень много виноградников. Очень красиво. Такой воздух здесь, чувствуешь, да? Очень приятный. Слышала? Смотри, перегладка, чтобы перепрыгивать. Да. Этот экспорт такой. Мам, где лошадка, подержи. Я лошадка. Эта дама собирается в детский клуб. А я пойду на ресепшн. Что Ева будут делать на ресепшн? Проситься потому, потому... Проситься? Проситься потому, что у нас нету, не работают мои детки. А что значит проситься? Проситься, это значит просить нам батарейки. Буду просить какую-то помощь. Помощь нужна. Скорую помощь. Полицию. Пожарную? Пожарную полицию. Вау! Мне понравилось, что вот это сделает. Можно держаться, как будто я лошадь. Детский клуб здесь очень красивый. Очень, ну просто невероятно. Посмотрите, розы. И сочница. Велком. Заходим? Здравствуйте. Мы вчера вот в этот магазин с Ева играли. Ева говорит, у нас даже такого нет в магазине. У нас какая-то касса просто. Хеллоу, хеллоу, говорит. Мы с тобой просто поиграем. Давай поиграем сейчас. А еще еще. Моя продуктовая тележка. Я покупаю молоко. Бананы. Коровье, да. Так, так, так. Что у нас здесь? Гамбургер. Смотри его, какой гамбургер. Два яйца. И йогурт взять. Да, йогурт я тоже хочу. Меня очень любят дети йогурт. Пожалуйста. Я пока посмотрю, что здесь еще есть. Здесь тоже продолжение кухни. Кухни, кухни. Очень напоминает Монте-Сори. Подход. Что все такое маленькое, но на виду у ребенка. Там есть даже гладильная доска под размер. Домик. Все для пупсов. Игрушечки. Книжечка. Транспорт. В целом, так темновато, знаете, но очень антуражно. Ай, какой вид, боже мой. Очень красиво. И свет. Невероятно. Дожили Ева, пишет папа, баба, мира, Ева, мама. Ева, ты такая взрослая. Ты тоже красавчик. Всем пивяу. Мы пока на следующий раз будем с тобой, а сегодня мы без тебя. Ты сказала, простим на следующий раз будем? Прощаюсь. Покатайтесь, девчонки. Пойдем, Ева, покатаемся. Придется вам без меня. А потом на обед, да, пойдем уже? Вот вы сюда на рыбалку подадите? Интересно, нам не дадут жилеты? Я бы хотела, чтоб дали. Мы на катабороне! Я вообще, Ева, впервые, понимаешь, впервые с тобой одна. Обычно мы всегда с папой на лодках всяких. Но сейчас ты уже выросла, ты уже такая взрослая. С тобой можно уже вот так вот пойти в одиночку. Тебе нравится? Я увижу папу там, бабушку. Вот здесь я поворачиваю, смотри, вот эта штука. Видишь? Вот эта. Здесь мы загорим сейчас. Ножки позагорают у нас. Немножечко. Ну да. Такие станут черненькие. Надеюсь, не черные, а румяные просто. Слушай, а ножки так-то нормально подзабиваются, когда один все это делаешь. Здрасте. Здравствуйте. У нас было все спокойно. Супер. У нас тут утка, оказывается, любит яблоки. Можно я еще еду? Можно. Все равно я уже заем. Просто плывет. Мне нравится на лодке быть и кормить уточек. Оказывается, она любит. Ну залезай утка к нам на катамаран. Представляешь? А дай ей яблоко сюда, вот сюда вот. Дай ей. Давай я брошу поближе. Давай. Дай кусочек оторви. Приманить? Приманить? Приманить, да. Ладно. Если он уже захочет. Ладно, держи так. Ладно. 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 Там они, понимаете, выложены такие изнутри попереги. Я выходит, чтобы туда залезть. Представляешь, что он там делается? Это вот этот вот хлеб, который мы потом заказываем, Ева. Это у нас Кахетинский уголочек. Грузинский ресторан на территории. Очень здесь вкусно. Невероятно. Бабушка инженер. Придумала сидушку. Ой, уже и хачапури принесли же. Салат значится овощной с маслом. А это с ореховым соусом. Это хачапури. Тебе хачапури отрезать? Это знаешь, я снимаю в очень милые моменты. Надо снимать всегда, когда происходит и по-другому тоже. Кажется, что всегда так. Первая хинкалина. В жизни. Да? Кайф. Острое чувствуешь? Там немножко остренького есть. Вот тебе немножко досталось. Можешь водичку запить. Можешь огурчиком заесть. Вот помидорку съешь. И пропадет у срота. Там все говорят. В чем бы заесть? Камеру работаешь. Актриса. Снимай. Ты что будешь? Нет. Вкусно? Вкусно. Буешь? Нет. Ну Мира, а как ты вкуснее? Мира! Привет! У тебя же огурец есть. Я вам? Я тебе помидорки, огурчики даю. Стронде. Стронде. Дим-бим-бим. Держите. Мадамазаль. 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 Стронде. Сидит так? Что сидит, что в руках держит, что в руках складывает. Это я. Мама, это я. Представляете, шли мы шли и увидели… Яйцо. Яйцо! Кто-то высидел его. Нет, высидел. А как? Высадил? Пока просто. Ну высидел уже. Высидел, когда уже сидят, греют, чтобы… А это что тогда? Оставил. Скорее всего, если она… А мне кажется, она не оплодотированная? Ммм? Это уже растет яйцо. Ну все. А ну с головы, потому что я вижу уже ее плечены. Правда? Да. А ну прям на сегодня уже. Ну давай сегодня здесь пройдем, там должна быть уточка. Это снесли. Снесли. Да ты сто. Потом будет высаживать. Ты так сочинял радостно. Это снесли. Я обнаружил. Какое слово? Идем начаться на баскетбольную площадку. У нас сегодня будет экскурсия по винодельням. Я даже буду пить вино. Ну я немножко пригублю. Наверное, это никак не повлияет, я думаю, на моё ГВ. Это будет просто как у нас дегустация. Мне бы даже больше там интересны фрукты их местные поесть. Потому что дегустация будет с сырами, фруктами. Несу игру к нам с ребятами. Мы здесь в путешествии с друзьями и коротаем время за настолками. Ева сейчас размышляла про нашего аниматора няня, который работает в детском клубе. И девушка там тоже работает иногда. Она по-русски говорит. Мужчины нет. Мы удивляемся, что у них нет никакой программы. То есть они просто сидят весь день. Они как... Я бы даже правильно сказала. Они присматривают просто за ними. То есть как охранники сидят. Не играют, не развлекают. Нет никакой программы. И они как бы не заинтересованы в этом вообще. Это так странно. Просто даже для самого себя скучно же так весь день сидеть. Ну, не знаю, как у меня. Соответственно, так как программы никакой нет, дети там не хотят оставаться без родителей. И в основном они туда зовут родителей. Ну и, собственно, мы с ними играем. Ева в белом платье. С белыми бусиками. С белыми носочками. А давай когда-нибудь... А помнишь, мы только с тобой были всем в розовом? Да. Да. А давай сделаем в другом цвете, в белом платье. Да, у меня белое платье же есть, кстати. А у тебя есть такое? У меня есть похожее. Да. Жемчужное. Но там нет буковки Е или А. Ну давай похожее. Оденем бусы. Там носочки белые вместе. Давай. И будем кидать с подушкой. Кидать с подушкой? Сорри. Тебе нравится вот так, Ева, на природе? Что везде гуси, утки, птички поют. Нравится? Нравится. Смотри, какая красивая птичка. Да. А ну как называется? Если честно, я не знаю. Головка синяя. Надо бабушке спросить. А вот это точно синичка целая такая. Да? Это синичка. Как называется химический процесс превращения сахара в спирт? Ну просто деревенских. Я могу ответить. Я сказала брожение, но это нет. Ой, я не знаю. Спирт. Главное, спирт. Ну опять, а чего еще какие-то варианты? Нравится брожение? Нравится. Нравится брожение? Ну конечно брожение. Молодец. А почему ты думаешь, что нет? Я думала, что это в пиво какое-то у меня уходит. Это спирт, это спирт. Это когда как раз какие-нибудь бактерии или грибы превращаются в баку. Да. Сахар и образуют. У них продукты... У вас какие-то самогончики не варили? Нет. Варили, конечно? Я нет. Какая-нибудь картошка превращается. Да конечно варили. Нет, ну я про себя. У нас разные... Просто, знаешь, мы встретились в точке, когда уже... Когда жизнь поделилась на твои посты. Человек должен тридеть свою жизнь. Кеа. 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 Машина, попугай или единица измерения? Машина. Нет получается. Попугаев таких не знаю, но единица измерения. А это попугай. Ну как раз попугай. Я тоже подумал, что попугай. Машина с кеа похожа на кеа. Из мочевого пузыря какого животного раньше делали мяч для регби? Коровы, свиньи или козы? Ужас. Мочевой пузырь, но она должна быть довольно большая, чтобы регби. Ну тут все большие достаточно. Коза маленькая, я считаю, ну как поменьше, чем корова. Еще раз. И свинья. Корова. Свиной пузырь. И поэтому мяч для регби имеет вытянутую форму. Итак, очень плавный переход к экскурсии, которую мы забронировали на вечер. На территории отеля есть своя винодельня Шато Буэра. Это сказочный дворец в стиле Ренессанса. По этой винодельне у нас и будет экскурсия. А потом и дегустация грузинских вин. Ух ты. Нам открывают ворота. Девочки на винную экскурсию. Ух ты. 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 Детские игрушки, да, и бокалы А нужно сначала понюхать, да, вроде как С łatенем, как вы можете объяснить Как можно выделить? Да, сначала при чем-то으로, как смотреть И всегда при чем-то, кладом берите Когда кладом берите, по-другому компьютеру И вы можете посмотреть Теперь, будет все отрой И сейчас немного скуки Мама, у меня носики, все вообще наушники? Да, мама. Очень легко. Да, мама. Да, мама. Да. Да. Бир. 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 Да. Бир. Бир. Не надо, билочка берем. У меня руками. Можно руками? Если вы чувствуете один аромат, когда у вас этот цвет, это шампань. Это амбер. Не надо это снимать. Да, это уже какой-то... виски. Ну, это прям драй-драй-драй. Все мое. Да, очень сухое просто. Мама, у тебя такое длинное платье, то даже до пола. не до конца. Здесь прям сахар добавляют. А. Вы добавляете экстр... Швит? Нет, нет. Нет, нет. Это очень сухое. Это очень сухое. Доброе утро. Мне кажется, такая вставочка у нас есть с вами в каждом влоге. Это уже традиционное что-то. Когда я говорю, что я проснулась 7 минут назад. Это правда видно по моим глазам и лицу. На самом деле вот именно сегодня мне не очень спала. Хотелось остаться спать в кровати. Но я потом подумала, у нас здесь все чередование. То он, Джин, бегает, то я. Иду на йогу. И получается, завтра он будет бирать. И я опять тогда не пойду на йогу. И надо вставать. Я пошла искать пространство, где можно позаниматься с красивым видом. И лебеди, походу, подумали, что я проснулась, чтобы их кормить. Потому что они заорали на все озеро, на весь отель. Так прикольно, на души. Я дохожу на ягодку и покажу. Да. Музыка. Легать. Легать. Егод в голове. Егод в голове. В общем, все, что мы проверили. Мама пришла с Йодемира, у тебя здесь своя лёга. Вот и собака морда вверх. Собака морда вниз. Бусинка. Смотри, какой холодчик. Вот он с плёнкой. И туплёнок пи. Туплёнок пи. Туплёнок пи. Латушки, латушки, где были у бабушки? Что, ели кашку, пили простая кулашку? Попили, поели. Такого вкус ели, сели, полетели, латушки запели. Чешево переживает. Немножко есть. Девочки, в эфире «Уложи себя сам». Моя первая укладка на Dyson сейчас будет, не мой. Я попросила у подруги потестить. На самом деле, я всё это время не покупала Dyson, потому что, знаете, наслышано о том, что мало просто купить Dyson. Важно ещё уметь на него укладывать. И если ты, типа, не умеешь укладывать просто даже на обычный брашинг... О, какой интересный свет даёт это зеркало. То и Dyson тебе не поможет. То есть, нет смысла покупать, лишь бы купить, да. А у меня очень много волос. Они очень густые. Их очень тяжело самому себе укладывать. То есть, когда мне укладывают в салоне... Очень, конечно, красиво получается. Всё здорово, но, простите, у них две руки, они видят всё сзади. У меня самая такая вот больная тема – это то, что мои волосы высыхают полукудрявыми. Сзади именно. И я никак это не могу сама себе исправить, никак не могу это изменить. Поэтому, как я делаю? И как я делала всегда до этого времени. Я просто сушила волосы. Притом, естественным путём, даже не феном. Просто они у меня сами высыхали. И потом я могла их либо выпрямить, либо завить на Babyliss. То есть, каждый раз это такая вот термонагрузка на волосы. И было бы классно просто один раз научиться их укладывать именно феном. К чему я это всё? К тому, что, на самом деле, у моей подруги, которая поделилась со мной этим прекрасным инструментом, такая же ситуация. И она сказала, что её очень выручает вот эта насадка-расчёска. И она просто сушит сначала волосы феном. Примерно 80% высушивает. И потом вытягивает вот это расческой. Как раз таки, чтобы они подвытянулись, но не прибегая к помощи утюжка. Мы сейчас с вами будем это делать. Я как раз подсушила немного волосы. Надеюсь, этого достаточно. Не знаю. Я это делаю первый раз. Вместе с вами снимаю насадку фен. Фен, кстати, мне понравился. Только он как-то звучит, знаете, так высоко. Я привыкла, что фен шумит так... Короче, у него низкий баритон, или как это называется. А у него такой высокий такой... Как у старых пылесосов. Я думала, что Dyson должен быть либо вообще бесшумный, либо... Ну, у него какой-то должен быть стильный шум. Напишите, кстати, есть ли у вас Dyson, укладываетесь ли вы им, и как это вам удаётся. Ну, а мы погнали. Всё на ваших глазах. Вот. Слышите шумит, да, такой? Я так подумала, наверное, надо разделить волосы. Ха-ха-ха. А-а-а! Рубрика-эксперименты. Дело в том, что у меня их очень много, правда. И, наверное, стоит отделить хотя бы верхнюю часть. Я даже не знаю. Кстати, вот именно задняя и нижняя часть... Вот видите, она уже начала биться. Вот оно. Вот оно. Ладно, если бы они все были кудрявыми, но они кудрявы только там. Опачки. Почему он закончил работу свою? Почему он горит красной? Буду делать фото подруги. Что происходит? Вот вами Dyson. Ладно, шучу, скорее всего, что-то не так делаю. Саша, я так думала, что у тебя это случится. Это просто вообще фильтр забивается. Это там раз в три недели случается. Тебе нужно его снять, промыть под воду и опять отлить. То есть ты его поворачиваешь немножко, снимаешь и получается всё. Если не получится, ты мне скажи. В смысле снять, промыть там? Нет, меня же замкнет. Промыть что? Мне Юля сказала, что вот эту штуку, фильтр, надо промыть просто под водой и потом вытереть. Что забивается раз в три недели. Чем забивается, интересно? Волосами же? Короче, мне повезло, что именно на мне забилось всё. Вытираем на сухофильтр. Отдеваем обратно засадку. Надеюсь, меня сейчас не укукошит, когда я включу электричество. Раз, два, три. Если что, я мать твоих детей. Мне надо жить. Работало. В общем-то, спустя восемь минут, девочки. Это половина моих волос вроде как. И вот всё равно мне кажется, что там сформировался вот здесь вот бугорок. Вот я его чувствую. То есть, вот эта часть вытянута хорошо, а вот здесь есть вот эти волны. И это я старалась. Реально старалась. Не, ну может надо руку набить ещё, конечно, как-то сильнее тянуть. Именно у корней как-то оттягивать. Ой, ну что-то мне вот кажется, что это как-то запарно. Мне реально как будто проще, чтобы они сами высохли, а потом я сделала укладку. Либо выпрямила. Я выпрямляю за десять минут свои волосы. А тут я, получается, только нижнюю часть высушила за десять, ну за восемь минут. И ещё верхняя. Короче, не знаю. Сомнительно всё это. А вот тоже как сейчас поступать? Сверху все это мокрое смешивать с сухими. Опять забилось, что ли? Раз в три недели же. Прошло ещё десять минут. Я высушила верхнюю часть. Итого у меня ушло двадцать минут на то, чтобы высушить свои волосы. Просто вытянуть. Вот что мы имеем сзади. Я уже посмотрю на камере, на самом деле. Потому что я не могу так оценить. Но вот по ощущениям, как будто снаружи более, ну как бы гладко. А вот там, если раскопать... Вот давайте сейчас попробуем. Открою этот слой. Например, я сделаю здесь шишку. И вот здесь вот у меня волнистость я чувствую. Такая. Но определённо не так очевидно он высох. Нет таких волн, как это было бы у меня при естественной сушке. То есть Dyson всё-таки вытянул. Мне кажется, с этим бы справился не только Dyson, а просто любой фен расчёска. Я ничего против Dyson не имею. Но просто я не знаю, насколько это именно работа Dyson была сейчас. Ещё интересный факт обо мне. Я поняла, что у меня бесит шум фена. То есть мне как будто приятнее в бесшумном пространстве свои волосы уложить. То есть дождаться, пока они высохнут сами. И потом, например, их уложить утюжком тем же или плойкой. Нежели сушить феном, потому что он очень громкий. И присела на террасу. Я уже говорила, что я умру скоро от этой красоты. Невозможно. Мы ещё не уехали и ещё даже не скоро уедем. Но я уже как будто скучаю по этим видам. Здесь безумно красиво. Прям как-то вот не хочется даже в город возвращаться. Но, конечно же, ты тогда лишаешься всей инфраструктуры, которая есть в городе. Это всегда такая дилемма. Палка о двух концах. Насколько у меня уже взрослый ребёнок? Мы с ней китаемся на велосипедах. Двухколёсных. Понимаете? Ну-ка. Вау. Ты куда хочешь? Вперёд или разворачиваемся? Ничего страшного. По виноградным полям поехали? Поехали. Это туда вот. Дом такой красивый, да, вот этот? Поехали. Поехали. Такая на оси. Согласла я. Пять лет. Пять лет ребёнку. Я взяла сегодня спортивный велик. Вчера каталась на таком, как это называется, классическом. где руль изогнутый. Он такой красивый, винтажный, но вообще неудобный. Я пережала всё, что можно пережать. Поэтому сегодня я еду на спортивную. Слада для глаз. В это время Денис сломал местную систему рыболовли и поймал первую рыбу. Работал способ. На ягодку ловили. Попозже расскажу, в чём была идея. Что-то другое. Не знаю, что за рыбу даже. Покажи, что ты ягоду за... Ой. Фотографирую. Офигеть. Офигеть. Смотрите, бак большой. Поздравляю тебя. В жизни всё решает. Наблюдение, изучение. Нам сказали ловить на кукурузу, но я не видел ещё ни одного человека, кто поймал на кукурузу. Но зато заметил вот это дерево, с которого когда ягоды падают, они как собаки бросаются. Всё. Пришла идея ловить. Главное не рассказывать никому это сейчас. Он уже зовут рыбаков. Сейчас всё будем сидеть. Слушай, может её отпускать, а? А зачем вся нам? Ну да. Можно нам нужно поесть? Две. Ням-ням-ням. Тебя засает на груди. Ням-ням-ням. Да. Рыба? Да. Коба рыба. А, тата? Ну, немножко, да? Ну, мы съела всё. Пять кусочков. Ну, съела всё. Это вкусная была рыба. Я даже вместо неё ничего не ела. В целом, нужно попить? Там 350 рублей за скупик. Вкусная? Ну, нормально. Да. Жирненькая, да? Ну, шоколадная такая пожирнее. Вкусная. Я мю. Я мю. Зюб. Покажи зюб. А, покажи зюб. Так, у нас еще одна вылазка. Судя по внешнему виду Евы, понятно, куда мы идем. Куда мы идем? В бассейн. Да, здесь на самом деле очень много бассейнов. Взяли для Миры снова вот эту штуковину фиолетовую, большую купальную. Будет тоже с нами плавать. Но если что, там есть джакузи тепленькая. Если ей вдруг будет холодно. Она девочка теплолюбивая. И сауна есть погреться. У девочек развлечения. Миру как куколки катают. Хорошо, да? Нравится? Она вот и как кошками, да, Даша делает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дела, это как будто есть. С чем все это делается, да? С чем все это делается, да? Нет, в бассейн не пойдем, мы какой-то душик давайте. Давайте потрогаем вот там. Куда? Дайте им ведро попробовать. Какое ведро-то? Так оно холоднющее. Оно очень холодное. До трех и все, я опять в порву, не переживайте. Да не, не, можно, посмотрите, можно его как бы окунуть, но они просто потрогают, да. Охладитесь, потрогайте, если надо, вот так. Ты хочешь ножкой потрогай? Потрогай. Холодная? Да. Да? Пошли быстро ножки греть. Я вообще еще в баньку хожу. Погреть, я что-то. Банька, банька, моя банька. Я готова за баньку. Мороженое, вот груша, я вот не понимаю, сейчас попробуем, но это должен быть десерт. Как будто это... В шоколаде? Может быть это в шоколаде, да. Давайте попробуем. Дайте свекло, писали? Ставили малышку. Но пахнет именно грушей. Мне кажется, это груша, она запеченная в соусе из-под венажа, нам сказали, но она выпарена. Это груша. Ты ничего как приготовили? Как красиво сделали фиолетовую. А это шоколад? Давай папу первый попробуем. Нет, я. А, Ева. Ну ладно. Что, не вкусно? Это заходи с десерт, да? Твое мороженое тогда, Ева. Давай я тебе отложу мороженое. Да. Вкусно? У меня удовольна? Интересно, с чем его надо есть? Его надо в жару есть. Вау. Вкусно? Угу. Это просто, знаешь, вот как... Знаешь, что, что похоже? Как мы делаем безалкогольный глинтвейн? Угу. Да-да-да. Всякие специи. Да-да-да. Орешки прям положили. И вот эта вот груша оттуда взята, знаешь... Какая-то, не ударься в эту штучку. Давай уберем. Амира, поднимайся. Смотрите. Ой, Эля что-то будет спасать. Бобби спасает. Да, посмотрим. У него остатный инфрит или он... Мне кажется, он пошел спасать. Тут на территории отеля есть собака. Бобби ее зовут. И вот у них даже есть мерч свой с этим Бобби. Видишь, она защищает. Тут, короче, прибежала местная. Вот. Прибежала другая собачка. Слушай, у нас какой-то замес. Пойдем, придем. Она, похоже... Она выгоняет. Выгоняет. Говорит, что трожишь? И пошла. Защищает своих гусей, смотри. Говорит, ты кто такой вообще? Обалдеть. Я никогда не видела такого. Какая молодец, а? Блин, собаки такие умные, конечно. А эта собака к нам жмется, как будто моего хозяева будет. Она с нами уже идет повод от озера. Бобби, это не наш пес. Мы пришли вот до этой красивой... Что, Бори Фишера, я знаю. Как это называется? Аллея. Хорошая? Здесь фотографию хочу. С этой маленькой булочкой такой. Держи булку. На седьмой день путешествия мы вернулись к своей любимой. А мы прям поездом... А мы прям... Гречки. Какой красивый струйчик. Синенький. Со столом впервые. Обычно здесь деревянные. Без стола. Папа тебе дал белочек? Ой, попала. На, давай. Как дома. Что же есть там? Из дома? Да, я заварила в термокружке. По моему лайфхаку из путешествий. Как что из дома? Гречки? Да. Прям из дома? Да. Ева, расскажи, что у тебя в животе? Или кто у тебя в животе? Малыш. Малыш, ты мама беременна? Когда он родится? Родится прям за столом. Да? А кто будет роды принимать? Никто. Я сама. Соло роды? Это называется соло роды. Будешь принимать? Я? Все, у меня роды. Уже начинаются? Нет, ты поешь сначала. Малыш еще не поел. Роды у Евы начинаются. Очень внезапный переход. Уложили детей спать. И... Уезжаем на квадроциклы. О, боже мой. Ты предупреждай. Едем мы на квадроциклихи. И нас ждет у всех. Там вода. Сливаем. Сверху. Мы ехали-ехали и доехали до разрушенной церкви, которая была построена в 16 веке. Можем наблюдать ее прямо перед нами. Подойдем поближе. Заросло. Что-то развалилось. И здесь стоит стол. Чтобы, видимо, передохнуть. Сделать мангальчик здесь. Не знаю. Шашлычки. О, детская красивая дорога. Да, полезно. Прикольно. Мы поехали по реке. Очень прикольно. Мы после дневного сна пришли, значит, в нашу фитнес-эту зону на корт. Тенек близко, уже близко тенек. Тенек близко, да. У нас в 6 вечера такое солнце мощное. Вообще. Милочки. У меня голова горячая. Да, сейчас там тенечек будет ехать. А, Миле, нормально коленки? Ну, вообще-то нормально. Я правда здесь на руках вчера стоял, смотри, продавил. На одну руках стоял. Лучше, наверное, надеть штанишки. Да ладно ты, мелкий ножка. Давай. Лягушка, давай. Лучший игрок этого сезона. Так, типа я там прыгала, да, заяц? Смотри, мой малыш. Подгузник. Почти. Я придумала подгузник листик. Вау. Натуральный, органический подгузник. Прикольно. У меня вот так просто. Это как в картах вчера. Стоп, стоп, у тебя уже восемь. Вы дадите играть. Тебе нужно трехочковый теперь. Это что значит? Вот за это линейки. А можно это сделать? Почему? Я оттуда пристрелялась просто. Не, не, не. Тебе нужно... Не, не, не. Да ты проиграешь. Юля, кидай только трехочковый. А теперь я не должна ловить, я просто... Да. У меня шесть. Просто он может туда, скатить, туда. Да! Юху! Вы можете любую точку выбирать, когда забили. Можешь отсюда кидать. Так, вот так вот не работает, да? Ну, как хочешь. Это у меня работает. На подпольное поле можно выбирать. Смотрите, какой крутой подарок пришел сейчас от отеля двум нашим девочкам. Ну, то есть всем детям на самом деле такие папочки выдали. Внутри вот такие красивые, качественные карточки, которые можно превратить в открытки, подарить там своим близким. Внимание с животными, которые находятся на территории этого отеля. То есть я более чем уверена, что это прям фотографии. То есть они, например, делали фото и потом как-то из этого делали рисунок. В общем, это прям они. Прям те животные, которые здесь есть. Все лошадки. То есть не просто абы какие, а именно те, которые здесь есть. Вот эти уточки. Забыла, как они. Мандаринки называются вроде бы. Вот это пони. Я лично ее видела. Гуси. Сейчас я вам кое-кого покажу. Кое-кто особенно здесь есть. Вот это Бобби. Это, можно сказать, легенда этого отеля. Очень старая такая добрая собака, которая охраняет весь отель и распугивает других собак, если они забредают сюда, если они приходят на территорию. Прикольно, что они, во-первых, такие красивые, качественные. И деткам просто изучать можно. Ну, то есть в мире показывают там, например, осел. И они же в раскрасках, представляете? Тоже такой классный подарок, мне кажется. И вроде недорогой, да, и не какая-то сладость. Реально полезно и классно, и со вкусом. И мы что придумали сейчас сделать? Мы решили сделать Еви Квест по отелю. Уже просто всю движуху здесь опробовали. Решили, что прикольно будет совместить вот этот подарок с еще одной движухой. Нужно найти 7 животных, которые здесь есть на картинках, на территории всего отеля. То есть мы сейчас возьмем велики. Мы поехали в путь. Расскажи, пожалуйста. Мы должны 7 и 8 животных собрать. И тогда появится волшебный, ну, не знаю, мгд. Мы на велосипедах поедем? Да. Круто. И оно называется, я опавдываю, велосипед волшебный и быстрый. Меня возьмете с собой? Я просто после душа еще. Я сейчас быстро оденусь и поедем, да? А кто будет первый ехать, Ева? Или папа? Папа. Наконец-то открыли, да? Такая она яркая. Вообще не хочется возвращаться домой. Какая она яркая. Какая она яркая. Давай на лавочку. Мы на фотографию найдем. А, лавочка красивая такая. Вот она. Обалдеть. Это шри элемент. Это она. Один есть. Один есть. Мы его положим в другой кармашек. Это она прям она, она. Да, прям такое жарство. Это прям она, она. Нам повезло, повезло. Прямо с ней с ней, да? Смотри, еще одно животное там. Да, олень. Поедем по траве или по дороге? Я видел, есть фотографии трех оленей. Смотри, по дороге. Please don't feed deer. О, вон они там, да? Я где-то видел дальше. Прюши! Нашелся второй элемент. Так, давайте. Как раз у одного олененка лошки будет, а других я там. Я вижу лошки, которые я видела на фотографии в Аликоне. Едем в трех оленях. Вот это? Вот она, да. Так, найден третий элемент. Вот она. А что она? Нашли. Это картинка идеальная. Просто из мечты какой-то. Невозможно смотреть. А бабушка будет шиепашкой. Тихо, тихо, Мира спит. А бабушка будет... Хорошо. Мы разбудились, что ли? Нет. А. Как я попросила? Здрасте. Здрасте. А ты черепашка из Петроникса? Да. Это что? Это наша команда. У нас квест по отелю. Какой у нас уже элемент? Шестой элемент. Шестой элемент. Это? Последний остался. Лебедь от вела. Здесь дерево. Ты хочешь, чтобы Бобби был последний? Да. Я собак нашла. Ну, это не Бобби. Мандаринка. Она прям вышла сказать. Это я. Это что? Остальные. Я пошла у нее спрашивать, где яйцо. Мандаринка где? Приз для Евы. Мандаринка. Смотри, я покажу ее изображение. Она скажет. Мааа. С нямкой. С нямкой. Я, кстати, знаешь, что подумала буквально недавно? На массаже. Вчера. Мне пришла идея, почему до сих пор эта ниша пустая. Никто не сделал киндер сюрприз. Ну, чуть дороже, но с хорошим составом. Дети могут такое есть. Ева любит шоколад более темный, например. И чтобы игрушка была внутри тоже нормальная. Потому что сейчас это... Ну, когда как. То есть делать их чуть дороже. Как раз родители обычно, кто следит уже за питанием, они чуть больше и готовы потратить там на шоколад, но реже его покупать. А может быть, даже есть такие, надо посмотреть. Потому что все дети любят киндер сюрприз, но его можно сделать, знаешь, это... Киндер сюрприз 2.0. Этот дорогой. А сколько он стоит? У меня есть 100, 20. 100 вроде. В России. Здесь подороже даже. У меня волосы успели высохнуть за нашу поездку. Правда, они сейчас кто в лес, кто под рова. Ну что, пришло время сходить по трекинговому маршруту. Хайкинг-тур. Час небольшим займет. Дистанция 3 километра. Вот это место, где протекают ливневые дожди. Помню, когда в Индонезии с другом ходили на бок. Там вот такие как бы траншеи были в высоте несколько метров. Несколько метров. То есть, когда в Индонезии дожди идут, сезон дождей, видимо, там просто размывает место спуска. Реально очень глубокое. Одно время швей между ними и там слева такая стена, справа стена. Вот. И это все мы идем между берегами, так скажем, этой дождевой реки. Тогда был как раз прогноз, что пойдет дождь. Но мы все равно пошли. А так бы нас там снесло бы водой. И так еле дошли. С дождем не знаю бы, как бы справлялись. И так считаю, что тот поход был сложнее, чем восхождение на Эльбрус. Не помню, как в йоге называется такая поза. Нога вниз, рука вниз. Одна нога вверх, другая рука вверх. Ну, как такое называется? Просто прислушайтесь. Сколько тут птиц. А я продолжаю идти к вершине. На пути даже преграды встречаются. Что же делать? Многие развернутся. Но не я. Опа, бля. Ладно, мне рука вторая нужна. Тут даже вот такое есть. Когда резко вниз, передвигаешься вот по такому. И он остается сзади. Как там показать-то? Ну, вроде красиво. О! Это кадр. Опа! Все, пока. Блин, вот сейчас я спугался. Фух. Чуть на змею не наступил. Ой! Мурашки по коже. Фух, такая желтая, метровая. И уползла. Телефон в кармане был, потому что я бежал еще. Ой, блин. Где-то там затихарилась. А если их тут, логово? А? Я, кстати, еще отвлекся, бежал, налево смотрел. Как вы понимаете, дальше я уже не бегу. И бежать не буду. Буду под ноги смотреть. Я реально чуть не наступил. Прикольно, что она меня испугалась и убежала. А у кого-то уже срабатывает реакция бей, а не беги. Спасибо, змейка, что ты убежала. Написано берегись, можно упасть. Здесь встречает такая лавочка осмотровой площадки. Вот такой вид. Так, там реально высоко падать. И вот такой вид. Он вид на какую-то деревню или городок. Поля чем-то засеянные. Прям многие. Все поля тут вроде практически используются. Ну, не прям, не супер, а высоко. Метров, наверное, 50 над этими полями я стою всего-то. Прикольно. Там вдали горы видно. Я тут присела в местечко, где мы обычно обедаем. Это грузинский ресторан. Хотела ответить на ваши вопросы по поводу Грузии. Плюс просто поделиться такими свежими эмоциями, впечатлениями. Как нам здесь рассказать что-нибудь интересное вот так. Пока у меня дети спят, пока есть возможность побыть одной. Мы в восторге от Грузии. Честно сказать, мы в восторге от этого конкретного места. Мы, получается, делаем впечатление о стране по отелю. Это, конечно, не очень объективно, но пока ты с детьми это так. Потому что это не особо наш формат ездить по городам по основным, вот таким образом изучать страну. Потому что с ребенком это сойти с ума. Если ты хочешь все-таки немножко отдохнуть, если хочешь ощутить какое-то замедление и так далее, это нужен реально. Вот один отель. Так, мне несут лимонад. Thank you. Принесли лимонад. Я думала, он будет типа самодельный. Но это какая-то баночка. А, еще и виноградный. Блин, я заказывала, думала, что это будет грейпфрут. Грейп это просто виноград. Ну ладно. Во-первых, здесь потрясающая погода для нас. Мы какой уже раз делаем вывод, что все-таки экватор, типа Бали, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, вот эти все страны, это немножко не наша история, потому что мы ненавидим жару, и я не понимаю. Это, знаете, как будто закрытие какого-то гештальта было очень много. Мы поездок туда совершили. Я еще не отовсюду еще влоги снимала. То есть, все, что у меня на канале, это не значит, что только в эти страны мы ездили. Мы еще до этого ездили, где-то я не снимала влоги. И мы каждый раз, особенно зимой, пробуем экватор на зубок. Мы не так кайфуем, как вот в таких странах с такой широтой, как Грузия, например, но еще и в нужное время. То есть, на самом деле, в Грузии в августе тоже будет плюс 40. Мы приехали в конце мая, и здесь идеально. Плюс 23 стояло все время, практически, вот только последние несколько дней плюс 28 достигает. Днем, но это прямо уже для нас критично. Мы в итоге замечаем, что в таких местах, где погода более приемлемая для нас, мы и гуляем больше намного, проводим на свежем воздухе больше времени, потому что комфортная температура для этого. А в таких странах, как Таиланд, Бали, вот все, что мы до этого летали, там как раз-таки нам приходилось, знаете, выживать. То есть, типа, выбирать утренние кусочки, вечерние кусочки, чтобы захватить очень маленькое количество времени, когда прохладно, а днем, когда жара основной, вот этот вот пласт дня, мы там в кондиционерах, только у Басика, например, и то, как бы, это же изнуряет очень сильно вот эта вот жара. Ну, короче, вот эта погода, температура для нас прям идеальна. Плюс здесь потрясающая еда. Тут очень красивая природа, повсюду горы, самые разные деревья цветут, растут, розы. Вот особенно на территории этого отеля здесь просто повсюду розы, везде. И это такая ароматерапия каждый раз, и это такое расслабление для глаз, потому что ты смотришь постоянно на зелень, ты смотришь на природу, ты просто отдыхаешь, расслабляешься, и я уверена, что это вот добавляет просто плюс 100 к действительно вот такому полноценному отдыху, когда ты нервную систему свою полностью успокаиваешь. Просто ты смотришь, ты не видишь проводов, ты не видишь небоскребов, ты не видишь какой-то шума, вот этого суеты, ты видишь природу. А она всегда такая, она гармоничная, она всегда спокойная, она всегда умиротворяет. Невозможно смотреть на горы, и чтобы они тебя не успокаивали. Только если это фото на экране, или фото. Самый главный вопрос, который мне все задают, это про отношение, конечно же, к русским, отношение к туристам здесь именно со стороны местных, и я понимаю, почему такой вопрос. Мы, когда по Тбилиси немножечко прогулялись, мы заметили несколько там надписей на стенах и граффити, да, где-то отказываются разговаривать на русском, но мы, если честно, и не пробовали. То есть мне многие написали, что в Грузии нам отказывали принципиально говорить no Russian, типа высокомерно очень обслуживали. Это не мой ребенок. У меня уже, это сразу если кто-то плачет рядом. Вот знаете, если этого всего не знать, вот того, что я знала, да, что там к русским какое-то особое отношение, или то, что нельзя по-русски говорить, я вообще, когда приезжаю в другую страну, я сразу автоматически говорю на английском, либо стараюсь на местном узнать некоторые слова. То есть я даже не пыталась говорить на русском, и поэтому мы как бы не заметили такого. Но что мы заметили? Что более молодое поколение, более молодые люди, они всегда говорят только по-английски, они не переходят на русский, и они немного так более, я бы не сказала, свысока, но как-то не так довольны, что ли, обслуживать, но без какой-то грубости, чего-то еще. Более старшее поколение, они сразу переходят на русский, они какие-то сразу более расслабленные, спокойные, более дружелюбные, более приветливые. Те, как я понимаю, кто еще застал там СССР и так далее. Но прям какой-то грубости и какого-то неприятного очень отношения, что нам чего-то не позволяли, того, что нужно позволить было, или как-то не обслуживали, отказывали. Нет, мы с таким не столкнулись, вообще без проблем. Вообще, знаете, каждый раз, когда мы куда-то едем, вот достаточно сказать название страны, и там обязательно мне кто-нибудь напишет, «А вы знали, что там сейчас?» И вот начнется перечисление, почему в эту страну нельзя ехать. Там, если это Мальдивы, там акулы, если это Бали, там землетрясение, если Грузия, то вот там нас ненавидят и здесь плохо, плохое отношение к русским. И реально так в каждой стране. Вот в каждой стране найдется что-то, что вы знаете, скорее всего, из новостей, и от этого есть предубеждения, какие-то стереотипы, страхи. Мы не то, чтобы сильно оторваны от новостей. Я, конечно, их не читаю. У меня нет такого, что это моя рутина, знаете, ежедневная. Посмотрим, что у нас творится, куда мне можно ехать, куда мне нельзя. То есть мы в целом в повестке, да, мы не поедем в ту страну, где прямо сейчас идут какие-то неприятные события. Хотя, если честно, мы находились в момент, когда мы были в Турции. В Турции была, оказывается, война. От этого все равно не убежишь. Так или иначе, что-то будет происходить. Также много вопросов про быть с ребенком в путешествиях. Как мы справляемся с двумя детьми? Как мы успеваем отдыхать? Успеваем ли? Я уже много раз говорила, что если цель все-таки хоть как-то отдохнуть, и то, не то, что это отдых полноценный, когда у тебя нет детей, но тем не менее, хоть иметь какой-то воздух для себя, то это должно быть, знаете, количество взрослых на количество детей плюс один. То есть не два взрослых на двое детей, а плюс один. То есть, например, трое взрослых на двоих детей, чтобы у одного взрослого был воздух вот этот самый, когда он может передохнуть, когда он может один куда-то пойти, например, или когда он может вообще не заниматься, не следить сейчас за детьми, потому что это же все время включенность. Это отсутствие вообще времени, когда ты просто смотришь вдаль, например. И когда у тебя трое взрослых, это время есть. Ну, я уже молчу про то, что время поработать. Мы в целом удаленно работаем. Я, на самом деле, на весь этот отпуск не планировала никакой прям активной очень работы, но у Дениса, например, есть рабочие два часа за день, и это тоже не было бы возможным без моей мамы, например. То есть, я бы одна с двумя. Не то, что это сложно остаться, окей, когда у них время бодрствования одинаковое, а когда вот мире надо уже уходить в сон, потому что она чаще спит, она еще малыш, а Ева хочет в детский клуб или куда-то там, чтобы тоже была мама рядом, короче говоря, потому что она тоже еще ребенок. Ей не 10 лет, чтобы она там спокойно ушла и сказала всем пока, вы мне не нужны. Вот это вот невозможно. Мы много раз за день, знаете, как Тетрис, выстраиваем там, ты сейчас туда с Евой, я сейчас здесь с Мирой, потому что, повторюсь, Ева, ну, во-первых, она очень чувствительный ребенок. Больше всего ей нужно, чтобы с ней была мама. Так или иначе, она прям вот... Может быть, потому что она с бабушкой спит, то есть у нас же два номера, и спит она с бабушкой, для нее это тоже не особо привычно, пусть и нормально она к этому относится, она как бы не с плачем, уходит, все окей, но так или иначе, вот это, знаете, рутина, когда ты засыпаешь и когда ты просыпаешься и рядом нет мамы, а тебе еще 5 лет, ну, то есть ей нужно добрать меня, так сказать, за день, и мы с ней там ходим в детский клуб, катаемся на катамаранах только вдвоем. И тогда в это время там либо с Мирой мама, либо с Мирой Денис и так далее. И, конечно, есть у нас время, когда мы все вместе. Это все приемы пищи, мы все вместе, плюс вечером мы практически всегда вместе гуляем. Ну, а днем как-то так получается, что из основ мира мы разделяемся. Поэтому, конечно, мы преимущественно выбираем отели, чтобы была какая-то детская движуха, потому что вот, ладно, 3 дня, мы бы здесь были, да, можно еще за эти 3 дня просто гулять, просто где-то тусить, что-то там как-то развлекать ребенка, но потом уже все равно нужен более-менее какой-то режим, понимание, а что здесь еще можно поделать. И у Евы здесь и детский клуб, и катамараны, и велосипеды в аренду можно взять, и бассейны, конечно же, это вообще любовь, да, особенно когда 28 градусов, тут бассейны есть и наружные, и внутри есть бассейны, и лошади, и олени. Тут огромная территория, где вообще реально не соскучишься, и за вот это время можно все попробовать, можно себя развлечь. Вот у нас есть место, мы возвращаемся в Сочи, в горную олимпийскую деревню, несколько раз уже возвращались, 5-6 что ли, и вот мне кажется, вот это место может стать тоже таким, потому что оно прекрасное. Про питание вопрос, как вообще здесь с питанием и детей в том числе, потому что, да, понятно, хинкали, хачапури прекрасно, но дети часто это не едят, что они тогда едят, какие у нас есть вообще варианты, лайфхаки, что мы делаем. Во-первых, мы заранее изучали этот отель, здесь мы знали, что достаточно количество разных ресторанов. Получается, здесь есть грузинский ресторан, тот, в котором я сейчас вот нахожусь, вот это его территория. Понятно, здесь всякие хинкали, хачапури, чекертма, кебабы, кутабы, в общем, вот эта вся еда. В целом, здесь можно найти что-то для детей вот в этом ресторане тоже. Там, например, просто лосось-стейк заказать, обе девочки у нас едят лосось, просто картошку на гриле, просто овощи на гриле, у нас все это девочки едят. Помимо этого, там, конечно, всякие пасты, лазаньи, салаты, капрезы. В общем, тоже такая кухня довольно распространенная, итальянская, и, ну, многие дети едят. Почти все дети, мне кажется, обожают макароны, и там тоже очень вкусно, то есть окей. Ресторан здесь есть европейской кухни, там чуть более сложно сочиненные какие-то, знаете, такие изысканные блюда, я бы сказала, там меньше всего для детей что-то есть, для взрослых идеально, а вот детям, знаете, которым надо просто пюрешку, котлетку, например, вот там такого, конечно, нет. И, помимо всего этого, здесь есть шведские столы на завтрак, обед и ужин. И вот наш лайфхак такой, ну, не знаю, насколько это лайфхак, ну, по крайней мере, мы всегда так делаем, мы никогда заранее не выкупаем в местах, где есть шведский стол на завтрак, обед, ужин, мы не выкупаем вот эти обеды и ужины. Почему? Потому что обычно ты и в моменте можешь его оплатить, то есть там ничуть не выигрываешь ты, если по бюджету, я имею в виду, если ты заранее выкупаешь. И то есть, если ты в моменте там уже находясь в отеле, решишь, что ты хочешь на шведский стол обед попасть, ты можешь просто заплатить за сегодняшний конкретный день. Но если у тебя все дни оплачены только в шведском, на шведском столе, то с меньшей вероятностью ты будешь ходить уже в какие-то рестораны другие и заказывать там еду, потому что, ну, вот у нас же оплачены здесь. Ну и плюс, зачастую шведский стол, кстати, за одного стоит дороже, потому что там учтено, что человек будет набирать себе порции и набирать. Ну, условно говоря, не просто порцию салата, а там три порции салата. Ну, люди обычно так и делают, на самом деле. Но наш шведский стол, знаете, в чем выручают? Когда у нас нет времени. Вот когда, например, надо поужинать, мы знаем, что мы не хотим ждать в ресторане сейчас заказ полчаса, и уже дети хотят есть, и уже как бы вот надо. Мы идем на шведский стол, потому что там ты положил и поел. То есть ты все равно иногда устаешь, конечно же, от вот этих ресторанов, от ожидания. Отдельная, знаете, такая энергозатратная составляющая, когда ты идешь, выбираешь, заказываешь, дети ждут, дети мне, это все как бы не в прикол. Но мы поэтому обычно посылаем гонца. У нас есть такая тоже фишка. Мы одного человека какого-нибудь отправляем заказ сделать. То есть когда мы уже знаем, что за ресторан, что мы там обычно берем, мы знаем, что взять, и этот человек заказывает, спокойно ждет или даже возвращается в номер доделывать свои дела. И потом уже минут через 25 приходит вся компания, потому что иногда дети за вот это время ожидания уже устают, и когда уже надо есть, они уже такие, все, я ничего не хочу и так далее. А мультики ставить каждый раз мы тоже не хотим. Так, буду просить счет, оплачивать свою невкусную газировку. Саша как-то видео лайфхаки для путешествий, где-то здесь можете посмотреть, рассказывала об этой вот маленькой штучке, весит 75 грамм, и она теперь выполняет работу моих щек. Раньше приходилось полчаса надувать все вот эти штуки, у нас у каждого человека по 2-3 штуки вот таких. Так вот, я нашел такую штучку маленькую, которая просто за считанные секунды и минуты надувает сама. Смотрите. все. Ею было написано, если ошибаюсь, можно несколько лодок надуть. Смотрите, прям на глазах надувает. Прошло сколько? Секунд 15? Но эта штука не просто накачивает, она еще и спускает. Смотрите. Сначала вставляем эту сюда. На, это сюда. Это сюда. Впихиваем туда поглубже и нажимаем. Все, пока она спускает, смотрите, как быстро. Я пойду кофе попью, глотну и приду. Хотя единорог. Прошло 10 секунд, единорога нет. Итак, про деньги. Это одна из самых волнующих тем последних времен. Все в порядке. Иногда спрашивают, вот я поеду, там, как платить, чем платить, где деньги брать. Ну, это во время поездки. У меня есть только рубли. Что можно сделать? Кстати, я рассказывал много лайфхаков именно когда мы в Турции были, да? Можно это видео тоже вставить, поделиться. Но вот здесь скажу базовый момент. Во-первых, чтобы комфортно путешествовать, вам нужны и банковские карты, и наличка. Сейчас, конечно, с банковскими картами сложнее, потому что российские практически нигде не работают, ну, кроме китайской системы UnionPay. У нас некоторые банки, а может быть уже и все, их оформляют. Естественно, вы можете взять такую карту, выпущенную в России и во всех странах мира она будет работать. Я ее лично не использую, потому что я ее пробовал в Индонезии, и когда я сравнил с международными картами, которые у нас есть из Казахстана и из Турции, оказалось, что там комиссии уходят выше. Именно в Индонезии так было. Так вот, если вы будете в тех странах, где можно оформить карты, я бы рекомендовал оформить. В Турции оформляют, в Казахстане, наверное, еще в каких-то. Плюс, сейчас можете просто погуглить, и можно вот эти все карты оформить, находясь в России. Что касается денег, то с собой обязательно нужно брать доллары, а не рубли, потому что рубли, я часто вижу их, даже нельзя обменять, либо курс очень плохой. Поэтому лучше обменивайте рубли на доллары в России и везите с собой доллары. Далее, второй момент, в стране пребывания обязательно получите наличные этой страны, потому что иногда бывает, где-то очень часто, где-то редко, вот здесь в Грузии это редко, почти везде безнал работает, вот у нас на территории отеля. Но иногда бывает, что можно платить только наличкой. Например, за трансфер мы поедем, будем платить, да и сюда приехали, только наличкой можно платить. Соответственно, вам нужна местная валюта, с долларами нельзя рассчитаться, поэтому, когда прибываете в аэропорт, лучше сразу обменять, хотя бы немножко, пригодится на такси, кто хочет дать чаевые носильщикам, тоже лучше местной валютой рассчитываться. Вернемся к аэропорту, там у нас будет третий лайфхак, связанный со связью. Я разделил на два момента. Первое, когда прибываете в аэропорт, почти в каждом аэропорту есть бесплатный Wi-Fi. И он может пригодиться, например, чтобы списаться с трансфером. Потому что трансферисты, вот эти ребята, они видят, что самолет прибыл, они сразу начинают звонить и писать где-нибудь в WhatsApp. А у вас связи нету? Как вы свяжетесь? И второй момент, вот я узнал прямо здесь в Грузии, мне друг рассказал, с которым мы здесь отдыхали. Есть приложения, которые позволяют установить электронную сим-карту, есть сим на телефон, и пользоваться интернетом в любой стране. Это очень удобно. То есть раньше нужно было думать, а покупать, не покупать местную сим-карту. Это нужно куда-то ехать, паспорт с собой брать. Там в Индии, например, помню, нам два дня оформляли сим-карту. То есть как-то там сложно с этим было. А тут просто вы, сидя в номере, скачали приложение, заплатили, кстати, очень немного. Мне так кажется, это дешевле стоит, чем купить сим-карту. Купили, сколько нужно гигабайт, и пользуйтесь. Вот так вот. Девочка, воду не набираем рот только, ладно? Да. вода, воду не много. Субтитры делал DimaTorzok У нас по всей территории столько статуй самых разных, каких-то интересных Изучаем их и каждый день находим новые И ловим закатные кучи Либо женщина, либо женщина, мужчина Вроде три женщины, да? И у них еще рядом кто это, птица? Записка? Ух ты! Что ты нашла? Это человечек, кажется, он нарушал Сколько раз за это видео я сказала, какая красота Сколько? Это просто не описать Невозможно Не надо, девочка, срывать лишнее Ты же их просто выбрасываешь, зайка Красиво Здесь можно клип какой-то снимать Я поймала Молодец Она литка, мама А вот нам площадку, где-то купишься Здесь паучина Где? Тебе неприятно? Нет Там Так Тебе она мешает? Да Что делать? Гварь Я не буду ее убирать, девочка Придется как-то так Нет Только не это Такая зеленая, сочная трава Папа в фокусе, а все размыто Ты что, уже блогер с тем сучком обучаешь? Ага Что там? Мил говорит Что размы? А вот размыто, видишь, фон? А папа в фокусе С Мирой А мы сейчас с Евой Мир вообще в шоке, а не в фокусе А? Я с Евой когда-то так катался Да Ева сказала, что мечтает о муже Качается и мечтает о муже Как прекрасно А ты о чем мечтаешь? Мелочь Я? А Мира? Да Ну, я к тебе обращаюсь Мирая мечтает А тебе? Думаешь? Она не выглядит голодной? А ты о чем мечтаешь, любимый? Космос полетели Вы это одновременно? Она не могла тебя слышать? Нет Она спела только что Я хочу в космос полететь Это что? Мы вместе собираемся У вас что, связь? Всем приветики с нашего последнего дня Мы уже тут активно на сборах чемоданов Да Мы берите, пойдем прямо сегодня Да А потом в аэропорт Да У нас будет полтора Я вас люблю, красотки Здравствуйте У Евы появился друг Буквально последние три дня Федор Они играют Не оторвать друг от друга Строят домики Играют маму, папу Котенка и хозяина В общем, там все ролевые модели У нас будет полтора дня в Тбилиси погулять Походить по заведениям Съесть вкусный хачапури по-аджарски Потому что мы за все время так и не поели его Купить подарки близким Ой, такой вид отсюда невероятный Покажу вам в сотый раз этот вид Просто потрясающий Сушилка наша Вот у них там дома Главное, доехали хорошо Какой веселенький барашек Ева Смотри Это баран Гуляем по Тбилиси У нас получается сегодня вечер И завтра целый день И что-то мы вышли на улицу И как-то, знаете, так много пьяных людей Как-то грязно Мы в самом центре поселились В самом, как бы, хорошем месте Очень жарко еще добавляет Это, наверное, атмосферы в минус И плюс я устала Мы пойдем в магаз зайдем Сувенирный Потому что мы ищем птичку В поисках птички В поисках птички Я сразу увидела сову, как всегда Ой, Ева, смотри, какая котенка Из трех кошечек Вот эту маме можно привезти Из Тбилиси, да? Давай ты ее подаришь Ищем птичку Совы нам не нужны Ева, с мороженым аккуратно, пожалуйста Смотри, Ева Мыло ручной работы В виде хинкалины Вот такое должны подарить бабушке точно Я дико извиняюсь за мой внешний вид Он абсолютно оправдывает мое состояние Ну, правда, подустали мы сегодня Но на самом деле очень хорошо, что мы сделали именно вот такое разделение в один день То есть сегодня мы доехали на трансфере до Тбилиси И из того места, где мы отдыхали О, боже, как красиво К вечеру здесь можно существовать Реально, сейчас 8 вечера Только нормально стало дышать на улице Все-таки для нас это вот не наша погода Зато сейчас на балконе прекрасно И вот утром тоже надо ловить время Не жарко О чем я говорила? О том, что хорошо, что мы разделили эти два дня Точнее, эти две движухи Трансфер, да, который у нас случился сегодня И самолет, который случится завтра Добрый день Потому что в один день это очень сложно с двумя детьми сделать А так у нас спокойненько завтра здесь есть практически весь день То есть с самого утра до пяти вечера Я уверена, мы сходим и поедим эти хачапури вкусные по-аджарски Мы их найдем У нас просто цель поездки И мы дотянули до последнего дня Блин, ну вот как здесь сейчас красиво А вот, знаете, смотрю на этот балкон И прям хочется здесь записать йога-практику Но я уже ее, конечно, не запишу Но хотя бы завтра с утра я ее здесь делаю Здесь так много места И красиво очень И, наверное, где-то там будет восход Я вообще хотела записать-то кусочек Знаете, зачем камеру взяла? Что вот этот лайфхак с гречкой Я отвечаю Гениальный лайфхак Потому что он в каждом путешествии нам пригождается О чем я говорю, напомню Что мы берем всегда с собой в путешествии Гречку, сливочное масло в маленьких таких вот штучках И соль тоже в маленьких упаковочках И вот как ситуация сейчас обстоит, например Мы не сильно голодны И вообще не хочется никуда выходить Вот эти вот серии ресторан и что-то заказывать Нет, не хочется Хочется просто гречки Вот вечерочком просто немножечко поесть Потому что мы как-то там перекусили, тут перекусили Вроде пообедали У нас был, знаете, такой обедо-ужин в 5 вечера И вот как раз ближе к 8 ты уже чувствуешь немножечко голод Я просто завариваю нашу любимую гречку И она нас сейчас прекрасно выручит всю нашу компанию У нас сегодня полдня в Тбилиси И мы отправляемся сейчас в парк Рике Он называется Рике Там можно будет покататься на воздушном шаре Ева укусила в глаз мошка И у нее опухла половина лица Догоним, 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 догоним Догоним Покажи, Ева, покажи свой глазик Ага, нормально Представляете, разочарование века Мы приехали, а он сегодня не работает Потому что ветер Он очень красивый, конечно, и было бы классно Полетать? Ну, увы, ах Посмотрите, у нас ребенок настолько расстроился, что сел в коляску детскую Я проеву Ну, ладно Будем искать какую-нибудь здесь детскую площадку Просто погуляем Здесь и то приятнее гулять все равно, чем по городу Просто Тбилиси, потому что как-то зелено Приятненько так Вот, это мост мира Нашли детскую площадку Она вся под палящим солнцем Мира укладывается с мамой на сон Где-то по единственной тенистой части Типа вот такой вот Вы думаете, это просто береза? Это береза дуб Капец она Видите, Сашенька такая худенькая на фоне березы дуба Капец она же это Она больше метра в диаметре Сюда сносят всю травку С парка реке Смотри, везде съемки Здесь съемка Тут съемка Как плавно делает эта камера Что там придумали, покажите А, пощекотила? Ева, ты похожа на мальчика с пальчика А давай пощекотимся так же Вот так вот летают пчелы А как летают комары? О, кровь Я показывал, как комары летают Мы сидим в парке и выживаем Мы ждем, когда откроется ресторан Где мы можем съесть Хачапури-Паджарский Выполнить цель на эту поездку и уехать Мы не знаем, что делать На самом деле, если бы здесь была погода сейчас Попрохладнее, было бы все получше Потому что мы сейчас просто выживаем Давай Давай Волосатенькую хочешь? Я фоткаю у вас Везем 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 Куда тебя мальчика наденьте? Когда вы что-то прококируете? Надо будет снимать Все, поехали Давай 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 Гамарджоба Мы в дверей Мира, ты на машинке Руль, смотри Биби Мира, биби О, он поворачивает немножко Да? Да Как правильно есть хинкали? Хинкали надо слушать Надо только Три пальца Это два Отрезаем Все Оставляется то Три пальца, вот так вот, да? Собираем так Отпустись здесь по-маленькому Сейчас 50 грамм чача надо 50 грамм чача Как будто у тебя лимонад в чачу Давайте мне чачу Лимонад 50 грамм Чачу попейся Потом Пальше обжигаем Давай Быстро, быстро Едать А, все 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 целиком надо есть, да? Ааа Сейчас все Все за раз? Да Они, кстати, у вас самые маленькие, что мы видели Это Это Поэтому Ааааа Дям-дям-дям-дям-дям-дям Вкусники? На здоровье Все 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 Красотки, благодарю вас, что были с нами и увидимся в новых видео.